Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Прошли гряду. Грида Торосов заканчивается примерно в 4 километрах от Гарницкого. На подъездах Гарницкого, вот где мы сейчас, все ровно. Так, останавливаемся? Можно не останавливаться. Проезжаем Гарницкий. Сейчас будем заходить в Кишки и Шхеры. На подъездах Гарницкому, все ровно. Идем Кишки и Шхерами. Визуально все нормально. Местами есть выходы воды, такие пятна просто. Но это незначительно. Продолжаем следовать Барвайтерам. Ижским. Визуально все нормально. Ровное, свежее покрытие. На подъездах к Кижам очень хорошо просматривается набитая дорога с дами на воздушной подушке. Плотная, укатанная. Можно по ней ориентироваться. Подъезжаем к острову Кижи. Наверное, всех интересует этот участок. Вот можно наблюдать, какое здесь состояние ледового покрытия. На сегодня нормально. Вот на горизонте уже видно ансамбль архитектурный Кижского погоста. Створный знак остается слева. Выходим правее в пролив. Смотрим вот это место, где обычно бывает промоина с открытой водой. Сейчас ее нет. Но все равно в этом месте надо соблюдать осторожность. Держаться к левому берегу. А идти вдоль правого берега. Стоит красная овешка. Обозначает это место. И визуально видно темная поверхность льда. Еще белая овеха стоит. Прямо перед створным знаком. Да, есть. Но туда понятно, что нет никакого смысла идти. Проходим в остров Кижи. Да, между вот этими островами. Там, где трава растет. Там видно, что темный лед. Да, ни в коем случае, ходить не надо. Вот здесь видно, опять же, дорога. Сюда на воздушной подушке. Порватер обозначен вехами. Красными и белыми. Значит, ориентир хороший. Придерживаться здесь. Есть места, где лед темный, замерзший, снег сдутый. Вот у этого мыса, вот здесь вот вдоль этого мыса проходим. И опять же, дорога набита. Судами на воздушной подушке. Восточные острова Кижи визуально все ровно. Мест с темным льдом, с влажным снегом не наблюдается. Но все равно надо соблюдать осторожность. И ориентироваться следами там, где проходили и порватером. Черт, черт, побери, черт, побери. Здесь база МЧС. Судами на воздушной подушке. Примерно в двух километрах от Кижского по ГОСТу. Отъезжаем, отъезжай. Такое вот покрытие. Сейчас подъезжаем. На северную конечность острова Большой Кременецкий. Да, подъезжаем к северной конечности острова Большой Кременецкий. К потенциально проблемному месту. Я в проливах течения и со льдом бывают проблемы. Будем останавливаться там. Делать контрольный замер толщины льда. Вот, подъезжая непосредственно к проливу, можно наблюдать. Дорога ими. Да, трасса снегоходная. На выход в сторону Тебенец. Залив Малая Нега. Дорога достаточно визуально, интенсивно набита. Видимо, проход существует. Сейчас мы это проверим. Проверим. Надежность льда в проливе. Вот, северная конечность острова Большой Кременецкий. Пролив между островами. Снег. Значит, трасса снегоходная проходит левее. Мы идем сейчас правее. Немного южнее от того места, где снегоходы идут. Сейчас мы будем делать остановку. И проверять толщину льда. Ну вот, немножечко воды тут выдавливается. Так, слой снега, примерно 15 сантиметров. Есть водичка. Значит, толщина льда 43 сантиметра. Нормальная. Необходимая и достаточно. Более чем. Вот, северная конечность Кременецкого. Дальше, визуально все ровно. Значит, плотный наст. Плотный наст. Ну вот, видим, что с плотного наста такие вот бывают места, где подпроваливается до двойника нога. Вот, ну, ходить можно нормально. Если не топтаться сильно, то можно идти нормально. Вот только такими местами дальше идешь. 43 сантиметра. Сейчас дует прекрасный ветер, солнышко. Просто если поднять кайт, то можно получить огромное удовольствие прокатиться здесь. Несмотря что берега близко, направление сейчас в южный ветер, но по ощущениям продувается хорошо. Вот даже с берега ветер достаточно уверенно дует. Едем дальше. Это сейчас за проливом в сторону Тебеицы. Идеально ровно. Короче, снег. Торосов пока не наблюдается. В прошлом году здесь было заторошено. Сейчас мы наблюдаем. Вот чуть-чуть начинают появляться небольшие такие задутые снегом. Пока такие вообще несерьезные. Просто кочки. В сторону Тебенец. Вороньево острова. Тоже наблюдается снегоходка набитая. То есть ездит народ на снегоходах. Видимо, должно быть нормально. Правее снегоходки наблюдается гряда торосов. Мористия. К югу от Тебениц. Так что лучше идти поближе к мысу, к маяку. Чтобы эти торосы не залезать. То есть ближе к мысу, к северному берегу. Все гладко. Хороший проход. Мы проходим маяк. Это Тебенец, да? Маяк Тебенецкий. Белый, приметный. Лейнаволок называется. Мыс Лейнаволок. Полуостров Лейнаволок. Вот возле мыса есть небольшие, легко проходимые торосы. Пока все нормально. Как бы вы вердались, не хочу править это ровно. Не покатался бы. Нормально живет? Да вроде нормально. Подходим к Воронему острову. От Тебениц до Воронева все гладко, ровно. На подходах к Воронему тоже ровно. В прошлом году были торосики. Сейчас, сейчас ровно. И с ротмуска, сама деревенька, Вороний остров. Здесь будет КП. На кресле посмотреть. Животворяющий. Какого-то тут ждали, что-то там. Какая красота. Да, да. Вот это выход с Вороньего острова. Туда все гладко ровно. Вот часовенька стоит на острове. Какой ради острова и часовня. Найдет. Все гладко ровно. Заколочим, ага, вручу, знаю. Да я сбегаю. Если любопытно. Поехали. Снега здесь сантиметров 15. Дальше начинается такой влажный снег. Немножко воды продавлено. Снег держит нормально. Можно идти без проблем. Так, вот это Вороний остров. Церквушка здесь часовенька. И внутри находится вот какой-то особенный крест. Из камня, который нигде в ближайших окрестностях здесь не встречается. Какой-то явно откуда-то привезен. Из какого-то храма. Вот с южных. Да, возможно, даже с какого-то из южного. Там, где встречается вот такой вот пористый известняк. Изображение Христа. Видно, что достаточно древнее все. И процарапаны какие-то еще надписи сверху. Изображение даже немножко рельефное. Здесь вот старый тут ящичек со свечками. Иконостас. Обновленный. Еще надписи. По небесному случаю разбитые гонки. Что-то про гонки. Фамилии перечисленные. Да, и много разных других еще надписей есть. Так, ну ладно. У нас, к сожалению, нет времени, чтобы все это разбирать. Вот еще крест. Ну и там какой-то молд. На подъездах к Песчаному. Я не помню. Маленький какой-то. От Вороньевого острова до Песчаного. Ничего особенного там. Такая дорога. Просто гаражики стоят. А, вот такая гаражик, что ли, цепочка такая-то скорее всего. Подъезжаем к Песчаному. Все нормально. Все равно. Все равно. Это мы в районе Песчаного. Песчаного. Песчан. 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 плотный наст под ним мокрый снег под ним лед начинается примерно 30 сантиметров вот он плотный держит хорошо еще правее надо идти туда я просто я думаю, что можно ее применить где-то сзади будет можно так, может определитесь? нет, я к тому, что ты ее видишь просто что ее обходить все это дело все 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 Вот это место, пролив, южная, оконечность острова Кижи. Как видим, здесь нормально, дорога достаточно широкая, вот там вот, справа, если видите, мою, прям под самыми знаками, под самыми знаками есть участок с открытой водой, вот он. Традиционный, у нас творные знаки, этот участок, туда ходить не надо, и вот здесь у вас есть виха белая и красная, ой. Дальше все нормально. Остановились на обратном пути, в районе Гарницкого. Где-то в полутора километрах от Гарницкого. Вот такие поля торосов. Вот гряда такая торосов. В принципе, проход найти можно, но следует соблюдать особую осторожность, потому что есть вот такие вот торчащие льдины. Где-то визуально торосы на расстоянии полтора километра, где-то два от Гарницкого к западу начинаются. Снимаем. Продолжение следует... Продолжение следует...